Вашему вниманию, моя новая машина, мой новый проект Был сториз, где ты говоришь, что ты готов поставиться ключ на ключ с любым Сделать из этого автомобиля быстрее автомобиль, чем М5 F90 Ходил стук, но мне даже не по кайфу не будет, я скажу, не обещаю Моя машина сейчас в стоковом состоянии Мы сможем сделать так, чтобы через месяц я выиграл его целый Эй, п*** нет! Понятно, Катана Что делает он? Дурак, что ли? Всем подряд проиграл и теперь решил взять Мерседес Ты же говорил, что Мерседес говно, зачем ты его взял? Друзья, приветствую всех, всем ассаламу алейкум Вы на канале Асхаб Тамаев Я привел огромное количество гонок Банявэ Аска, ЦЛС Ахмеда и многие другие ребята И в многих гонках я проигрываю Я получаю огромное количество хейтов, что в комментариях, что в инстаграме, в директ Асхаб, гонки это не твоя тема, оставь Но я вас хочу сильно разочаровать всех хейтеров Все, что было до этого, это такая небольшая предистория ко всему тому, что будет происходить в будущем и настоящем Специально для этого я купил новую машину Это мой новый проект, в который я буду вкладывать все свои силы И планируется просто масштабный проект Вашему вниманию, моя новая машина, мой новый проект Мерседес Е63С Мне никогда в жизни не сможешь из этой машины сделать такую же легенду, как ЦЛС Мне было очень сложно с выбором Я спрашивал у своих друзей, спрашивал в инстаграме В инстаграме 69% проголосовали за то, чтобы я взял Е63С Именно поэтому я взял ее Мне она очень сильно нравится В каком-то ролике, когда у нас была гонка с Ахмедом, я говорил, что Мерседес это полная фигня и шляпа Отчасти это было сказано, чтобы каким-то образом задеть Ахмеда Чтобы была какая-то интрига ролика Я по факту не являюсь каким-то фанатом Мерседеса, но я мерсоводец Это не значит, что BMW хуже и лучше, нет BMW просто замечательная машина, Мерседес в том числе Но я захотел сделать что-то новое, того, что нету сейчас на рынке BMW есть класска, очень быстрая машина BMW есть у других ребят Но я не слышал такого в медиаполе, чтобы у кого-то была там самая быстрая Ешка в России Я такого не слышал, именно поэтому я решил взять эту машину и из нее сделать реально крутой проект Это будет самая быстрая Ешка не только в России, но и в мире Вы сказали, Асхаб, так ты говорил про Ламборгини, так ты говорил про М5 Ребят, Авентадор мне очень жалко разбирать ее, вставлять туда турбины, разбирать мотор и коробку В целостности, Авентадор для гонок это не та тема Мне сказали, если хочешь брать для гонок, бери либо Хуракан, либо BMW М5 Ну, я сделал свой выбор, взял Мерседес Просто посмотрите на эту машину Чем-то она похожа на банан, нет? Чем-то похожа на банан Она стоковая, но единственное, вчера я на нее сделал стейдж один Чтобы она была более-менее мощная, чтобы мы могли что-то показать сегодня в ролике Я не являюсь опытным водителем, но с этого момента я буду учиться этому всему Блин, давайте меньше слов, перейдем уже к делу Я сегодня пригласил Ахмеда, того самого Венглбе, у которого одна из самых якобы быстрых машин в России Ахмед! Ассаламу алейкум Александр Ты что такой равнодушный ко мне? Как-то не Не знаю, так холодно подошел Не, не, тебе кажется Ахмед, я пригласил тебя сегодня в гости ко мне в ролике И большое спасибо, что приехал Это мой новый проект, моя новая будущая Поздравляю Да? Говно машина Да? Да Спасибо В общем, я планирую сюда закинуть стоит 4 Ага И наши подписчики, в том числе я, хочу сделать с тобой гонку Уже, наверное, трилогия, да? Окончательно решить, кто из нас быстрее Не кто из нас быстрее, а чья машина быстрее? У нас по счету 1-1 Можешь считать, что 1-0 по отношению к тебе, что ты победитель у нас Ну, это я сам для себя знаю, зачем тебе что-то говорить Ты победитель, верно? Ну, понятно Хорошо До твоего присутствия здесь, я также говорил своим зрителям Все, что происходило до этого, это был такой небольшой прогрев Ко всему тому, что будет происходить сейчас Это ты так отмазываешься Хорошо Ты тогда тоже планировал, вау, там словами разбрасывался У меня самая быстрая ламба, у меня самая быстрая бмв Всем подряд проиграл и теперь решил взять мерседес Ты же говорил, мерседес говно, зачем ты его взял? Отчасти говорят, что у меня была самая быстрая машина Обинтадор Это такой был, знаешь, обман и недоговаривал По факту она не являлась Но ты обманывал людей Если ты так громко говоришь по отношению ко мне перед людьми Пусть будет так Но ты обманывал людей По поводу именно конкретно Обманывал по поводу того, что Аминтадор самая быстрая машина По поводу Аминтадора, по поводу BMW и так далее Обманывал в плане чего BMW? Ну, то, что говорил, что она такая быстрая Ну, даже элементарно взять Подожди, 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 конкретику можно? Хорошо, можно, сейчас дам конкретику Конкретику по поводу чего я обманывал Все, конкретика Давай, давай Ты сначала сказал, у меня 850 сил, потом сказал, у меня 700 сил, потом сказал, 900 сил, потом сказал, 1000 сил. То есть в лошадиных силах ты говорил разные цифры каждый день. В BMW? В BMW именно? По факту это было. В BMW или где? Ну, в BMW. В BMW? Да. Когда вы меня спрашивали, сколько конкретно лошадок в BMW, я сколько сказал, 820, да? Я не помню, ты много разных цифр называл. 850, да? Я не помню. Я на превью даже 1200 писал, 1300 писал, чтобы заинтересовать людей. Ну, ты обманывал людей. Знаешь, как называется это блогерская тема, кликбейт? Кликбейт. Когда у меня спрашивали, сколько лошадок, я говорил, там стейдж 2. Я даже у маги спрашивал, мага, сколько твоей машине лошадок? Он отвечал, 820, 850. Он даже точно не знал. По поводу того, если ты считаешь, что я обманывал, считай так, мне пофиг. Я буду делать так, как я считаю, понимаешь? Ну, делай, делай, я же тебе ничего не говорю. Ты можешь делать все, что тебе угодно. От того, что ты говоришь, что в целости 1000 лошадок, я ничего не говорю. По факту я говорю... По факту там 1000 лошадок было. Хорошо. Быть могло и 2000, но по факту там 700, 300 лошадок, 300 лошадок. Откуда ты взял 700? Слушай, смотри, ты же говоришь, что на БМВ было 850, а я же уехал. У меня есть и 700 сил, как я уеду? С метанолом еле-еле уехал. Подожди, метанол, вот опять, ты постоянно говоришь метанол. Я не говорю метанол. Метанол, брат, это что такое, ты знаешь, для чего это метанол? Объясни тебе. Объясни. Смотри, первый раз, когда у тебя метанол был выключен, она просто не ехала. Она не ехала. Подожди, я тебе объясню. Она в целом, многие люди думали, что из-за метанола вся вот эта тема пошла. Не, на самом деле там еще глубже, там некоторые детали неправильно работали, там где-то заржавело, где-то что-то надо было поменять, надо было чуть обслужить машину. В целом это не в метаноле дело. Метанол это лишь чисто маленькое дополнение, понимаешь? У меня к тебе вопрос, у меня к тебе вопрос. Ты говоришь, я обманул своих зрителей, говорят, что у меня самая быстрая машина, да? По факту я устраивал гонки и по факту я показывал, как я проиграю, да? То есть я не убегал от своих проигрышей, я не отмазывался, как это делают многие другие, да? То есть я говорил, да, блин, я проиграл, но не хотелось, конечно, признавать, но как многие другие подростки, наподобие тебя, я не говорил, я там не проиграл, там все такое, понимаешь, да, чем я? То есть подростковый максимализм у тебя все таки играет. А ты младше меня, но у тебя не играет, да? У меня самая быстрая ламба, у меня самая быстрая это, я сделаю это, я делаю то. Говоря, что у меня самая быстрая... У тебя слишком много я. Говоря, что у меня самая быстрая М5, либо Метадор, этим я никого не задеваю, это говорю по отношению к самому себе. но говорят что ты не про не выиграл я говорю по отношению к тебе понимаешь да это большая разница что хочу сказать ахмет ты у меня гость большое спасибо что приехал я сказал да я хочу повторить потому что бы знаю чуть наладит обстановку чтобы ты чувствовал себя как дома я себя и так здесь чувствую как дома я волнуйся я волнуйся вот этими словами пытаешься как-то вот за тебя не не задеть как-то вот возвысить не то чтобы возвысить как тебе объяснить ты видишь что я и вообще грамм не переживаю ты видишь что я полностью уверенно с тобой разговариваю и пытаешься этим самым ментально меня выиграть хорошо ты очень не надо в общем я хочу обратиться к своим зрителям будь я на вашем месте и смотря такого блогера как я я может быть тоже подумал блин асхан ты постоянно болтаешь раскидывайся громкими словами но по факту твои машины постоянно проигрывают смотрите ребят в чем между мной и ахмедом разница то что ты гоняешь воздух а я воздух не гоняю хорошо 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 я заезжаю и показываю по факту делать для вас контент как едет моя машина какие другие машины я заранее знал что м5 очень быстрая машина мне заранее говорили асхаб ты можешь проиграть ослану и ослан тоже заранее понимал что он меня выиграть понимаете но не смотря на это я поехал что моя машина быстрее я уеду как по факту ты говорил и говоришь ты что ты понимал то что ты приедешь да смотри говорил по факту так что моя монитор уедет я говорил это но говорил это от чего чтобы раскрутить я же поэтому сказал начале ролика все что происходило до этого это такая небольшой прогрев ко всему а сейчас не прыгай сейчас нет сейчас типа фольги dernier не уверен не уверен честно не закрыл за мне честно я не хожу георгию совмя честно я не уверен Я приехал в Москву, я посмотрел быстрые машины, реально очень быстрые машины. Ты же знаешь, чтобы сделать быстрые машины, что нужны, брат? Деньги. Деньги. Деньги у нас пока что есть, не знаю, что будет в дальнейшем. Деньги нужны и хорошие мастера. Мастера, мастеров в Москве очень много, а деньги у нас есть. Вложить сюда стоимость также этой машины, она будет очень быстрая. Я вытушу, все возможно. Честно, это вообще ни о чем машина, именно для гонок. Да, ее можно так раскачать, ее легче раскачать, чем даже ЦЛС, потому что меньше нужен бюджет, так как новые технологии и все дела, но она ломается, постоянные проблемы. Это не твои проблемы, это уже мои денежные, финансовые проблемы, поэтому я постараюсь сделать все возможное. Ты никогда в жизни не сможешь из этой машины сделать такую же легенду, как ЦЛС, потому что я в свой автомобиль вкладывал душу, а ты будешь вкладывать сюда всего лишь деньги, понимаешь? Дорогой мой монтажер в будущем, может быть через полгода, может быть через пару месяцев, вот те слова, которые сказал Ахмед, красиво обречьте и вставьте ставочку, где я буду обезжать на Ешке, ЦЛС, BMW, ASK, все другие машины. Просто запомните этот момент и сделайте это хорошую такую нарезку. Кстати, я про скорость еще ничего не сказал. Хорошо. Машина меняется, не в обиду, конечно, я знаю, что Ахмед хочет есть. А также, Асхаб, вот что бы ты ни делал с этой машиной, сколько бы ты денег сюда не вложил, как бы ты ни дорабатывал эту тачку, я тебе скажу, не в обиду, ЦЛС с Ахмедом будет быстрее, красивее, легендарнее. И я лично пострелюсь максимум ему в этом помочь. Вот. Что я хотел добавить? Еще один куществ. И аккуратно. На, возьми Асхаб. Бюджет Асхаба побольше будет, чем за Ура. Ключи. Знаешь ключи зачем? Ты же меня позвал, я же твой гость. Отсоединись хочешь с Махмедом? Ну да. Только поаккуратнее, пожалуйста. Все понял. Как аккуратно. Шум подняли, да? Что делает он? Дурак, что ли? Эй. Эй, ты зачем это сделал, Ахмед? В смысле? Ты что сейчас плакать, что ли, будешь на камеру из-за того, что я ее покрутил? Я тебе свою М-ку могу дать, крути сколько хочешь. Эй, подожди. Смотри, смотри. Ты сказал, хочешь пока... Ну зачем ты эту ерунду сделал? Что я сделал? Скажи мне. Что это неуважение, Ахмед? Как понять неуважение? Она полностью испачкалась. И что? Машина испачкалась. Такое большое дело. Не, проблем нет, как будто... Ты за это разговариваешь, что ли, сейчас? Неуважительно, это понял? Я, например, если ты мою машину взял бы, слово тебе не смог бы сказать. Вообще не сказал. Ты за что вообще разговариваешь? Не, это неуважительно. Я ее привез в чистое, понял, чтобы ролик снять. Ну ты же ролик снимаешь сейчас. Вот это же ролик, это же контент. А что ты смеешься? Поехали, давай садись. Не, вот реально вот человек просит дать машину вот такое творить. Я полностью лично испачивал. Просто, ну, посемейте. Мне на машину абсолютно пофиг. То, что отношения такого неуважительные. Знаешь, когда просит ключи, и вот такое дело, просто посмотри на меня, ну, и все такое. А то, что по поводу машины, я ни слова не сказал. Потому что, что у меня М5 была, что другие машины я всегда просто давал, дрифтить сколько вам угодно, резиновый гадит сколько вам угодно. Просто неуважительные отношения, и все. Смотри, Хэн, по поводу машины. Сумись. Хорошо, хорошо. Смотри, по поводу машины, мне вообще абсолютно все равно на мой. я всегда давал м5 дрифтили сколько угодно просто неудительное отношение смотри что ты сделал полностью испачкал меня а я то что испачкался брата посмотри ты чистый машина я чистый специально привез на ролик атака абсолютно смотри 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 да она грязная сейчас я могу тебе дать полное право ее сегодня полностью убить смотри чтобы люди не это не проблема ты это прекрасно понимать сколько сама как-то мне абсолютно все равно эту машину скажи стечь один только едет согласись едет же честно скажи честно внутри очень сильно нравится да кстати вот эти от детишки дефлектора с завода не идет вот так чтоб ты знал если сюда стоит 4 сделать что будет просто ты и 4 если делать сюда я боюсь представить просто непонятно как-то она идет не всегда бывает неудобно весь я у кого-то беру машину там ее пожарить что-то такое сделать но перед асхабом такого вообще нету я его машину мне не стыдно перед ним понял жарить жарить вообще чё по кайфу делать ходе и стукну мне даже не по кайфу нибудь я скажу не обещу брат ты хотя бы возместишь ущербиуму если стукнусь непонятно когда она идёт я тебе клянусь ничего не сказал бы но мне было бы очень обидно потому что я еле нашел в таком состоянии эту ешку я понял а ты с чего взял что я ее собрался засаживать ты засадил ее чуть-чуть братан клянусь там было чуть-чуть братан таком догнал делить просто и все смотрите понятно ахмед 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 ты чё делаешь на мою машину ахмед я не хочу умирать честно сказать у ахмеда нет такого рефлекса самосохранения там аккуратности всего всякого ну да рефлекс тоже есть ну да инстинкт самосохранения будут правильнее нежели чем как она на третий тушь идёт что за нет резина приехала иди в сцене как усоп просто усёл какая она грязная вот про что я говорил ребят вот про что я имел ввиду она была такая чистая сейчас такая грязная стала вот про что я имел ввиду по поводу неуважения понимаешь слушай но вот я хочу посмотреть по дрифту возьми телефон смотри тут все готово вроде да я просто хочу попробовать я не умею я буду этому учиться как сделать скажи мне объясни вот я сам знаешь не учитель в этом ты ты сделай я скажу что ты правильно делаешь или неправильно ну вы выкрути руль полностью или чуть-чуть можно полностью для новичков на месте хотя бы для начала покрутить ты крутил машину вообще нет смотри смотри ты вот сначала боком закину она уже пошла в пол не жми вот так играйся 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 с педалью а руль выкручивать почему она вот так на резинах сожжет она полностью ничего не станет чтобы обратно домой поехали получается выключилась почему ты испортил ее в общем ребят плане дрифта я 0 очень не дается мне то в любом случае нужно выехать на трек этому научиться и обязательно я этому научусь поэтому это место это у тебя конечно не получается у меня в общем ребят просто дайте свою оценку в плане этой машины купили бы вы эту машину нравится ли вам эта машина машина грязная здесь остаются царапины после которых на себя машина в бронепленке хочешь с нами брат давай садись брат садись садись это мой дядя дядя рассола или наоборот ну правильно надо узнавать состояние разу вообще не удивляется нормально пошло 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 разу как тебе разу вообще все равно я может хватить его нормально просто состояние резины посмотрим состояние это резина надо состояние машины такая грязная что ты бежишь вендал били уэнголби уэнголби это разлетится нет ну хотя нет папа написал друзья если на выбор мне предложили бы бугатти или макларен то несомненно я выбрал бы мохито клубничный неожиданно да по сути все из металла но вкус что-то нереально это идеальное топливо на лето мохито это настоящий клубничную фреш от очакова его ни с чем не перепутаешь вы просто попробуйте какие могут быть еще вопросы ребят я вас снова приветствую наступил следующий день я один в кадре ахмеда тоже нет мы вчера резко остановили съемки по причине того что мне стало плохо как вы наверное заметили я похудел я на диете я давно не кушал сладкого сахара у меня сахар упал и я даже не мог соображать я сказал давай ахмед остановим съемки мы остановили я решил продолжить сам сзади меня стоит моя ешка чистенькая не грязная то что сделал вчера ахмед неуважительное отношение к моей машине просто полностью испачкал ее я ее специально помыл все сделать пригнал для съемки чтобы она смотрелась хорошо в кадре но на все испортил но это другая история в целом что я помню со вчерашнего дня то я сказал что я собираюсь из этой машины сделать самую быструю машину по крайней мере я постараюсь чтобы мои слова как-то подкрепить мне нужны специалисты в этом направлении мы сейчас поедем очень хорошему специалисту в этом направлении у которых очень много проектов очень много разных быстрых машин начиная с уракана заканчивая бмв м5 и многие другие варианты ну что поедем посмотрим спросим что у нас получится сделать из этой машины и что мы сможем вытащить с нее в общем ребят мы выехали еду я к гоше турботех я думаю многие его знают в кругах автолюбитель он очень популярный ты слышишь как у меня резина бьется как нитки так сделал с машиной у меня была свежая резина michelin sport e-sport 4 машина была вся чистая колодки были хорошие что колодки что резина машину все испачкал вот я про это не учительное отношение про это говорю а так то что он подрифтовал это полная фигня я в воду машину такие такие вещи не говорю в общем зачем мы едем к гоше мне важно сейчас понять да я сказал вчера что я планирую и собираюсь сделать из этой машины самую быструю машину в россии ну вопрос возможно ли это сделать или нет чтобы разобраться в этом вопросе нам нужен хороший специалист а гоше именно тот человек который от а до я разбирается в этой теме у него очень много разных проектов я у него был в гостях у него есть lamborghini huracan который до сотни едет меньше чем за 2 секунды чтоб ты понимал бмв asco до сотни едет всего лишь 2.4 прикинь поэтому а следить бмв она самая быстрая или нет бмв asco не самая быстрая есть еще быстрее есть бмв м5 кс а у asco это competition быстрее тоже есть поэтому вы не думаете что у одного а надо было туда было они вот здесь можно да маска и за вот из этих навигатор как как мы моросим мы уже потратили 20 минут что разбираю дорогу по навигатору с такой резиной не опасно шашки игра я не играю шашки вообще быстро ехать а почему он встал а все я очень злой сейчас клянусь я очень голодный я на диете еще навигатор тупит ролик честно сказать у нас не идет видать я не знаю почему у нас ролик не идет я сам не знаю блин ну пожалуйста почему так все против нас да добрый день блин мы ролик снимаем ну сейчас снимите ролик пожалуйста они пишут не не пожалуйста не пишите да очень сильно спешу пожалуйста ты серьезно если он так просто пообщался да я ему сказал я вам говорю начальник говорю сейчас еду на гонке говорю если я сейчас туда не приеду пацаны меня неправильно поймут скажут что я там испугался вот и меня засели скажут что я испугался и все такое начальник говорю дай мне возможность поехать он отпустил меня в общем видишь все против нас но все настраивается под нас сотрудника я оказался очень таким понимающим да и он вошел в ситуацию хотя я не нарушаю я сказал я быструю езду не приветствую аккуратно поеду все такое поэтому спасибо большое таким сотрудникам я как Ахмед не нарушаю Ахмед дрифтит там шашки играть я такого не делаю такого не приветствую когда я могу вот так вот так нажать и все притормози в общем Ахмед обращаюсь к тебе и твоим подписчикам твоим фанатам вы конечно не верите что я эту машину раскачаю что эта машина сможет уехать от СЛС но даю вам слово я сделаю все возможное чтобы это организовать если мы через месяц как мы договорились договорились с тобой не заезжаем я оставляю эту ситуацию и говорю Ахмед ты занимаешься своими делами я своими делами ты уже мне не интересен поэтому ребята ждите через месяц в домку если это не будет то Ахмед балагон Асхаб хоть не делает но умеет делать иногда аккуратные такие шашки вот туда сможем дойти сейчас нет вправо сможем а чё там а чё чё а чё они ага вот такой момент что Ахмед и другие ребята там шашкуют по городу нарушают дрифтуют я не могу себе это позволить понимаешь да я могу прямо датик многие эти ребята делают смотри элементарно вот там BMW едет вот элементарно Kia едет там HALAL какой-то едет они едут по 100 км в час примерно я так же еду я просто от того что я быстро нажимаю кажется что такой разгон нереально быстрый да но я не могу себе позволить дрифт все эти моменты потому что знаете вот ты молодой пацан и ты покупаешь себе черный Е63С у тебя спрашивают как у тебя машина и ты отвечаешь у меня у меня Е63С просто посмотри вот почувствуй себя на пару секунд хозяином этой машины просто посмотри как она нереально смотрится как она нереально смотрится смотри смотри это он да? да нет конечно и раньше знаешь тоже вот так хотел вот так ходить круче то есть чем больше казалось мне круче подожди 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 я играю крутейшую многопользовательскую игру град мобайл здесь можно стать кем угодно крутым гангстером бизнесменом или просто найти обычную работу можно покупать тачки недвижимость участвовать в гонках строить целые империи выбирать тебе кстати я почти накопил на гелик в дальнейшем планирую купить здоровенный особняк это настоящий симулятор реальной жизни в своем телефоне а еще град мобайл вышел на ios и это значит что теперь вы сможете играть со своего айфона или айпада какая же крутая графика град мобайл поэтому спеши переходи по ссылке в закрепленном комментарии и устанавливай игру по промокоду тамаев ты получишь от меня крутые бонусы встретимся в град мобайл на десятом сервере ну все ребят приехала гоша гош приветствую тебя большое спасибо что дал разрешение нам приехать снять в общем гош такая тема я к тебе в гости приезжал советовался с тобой ты мне показал свои разные проекты вот я тут огромное количество быстрых машин но в итоге я пришел к тому что взял вот такой вариант ешь куся 3 до рез я приехал понять что вообще получится с этого сделать что вообще получится склеить давай для начала поговорим о том какая задача стоит в целом в целом я сказал что я собираюсь собрать ну самую быструю машину в россии очень громкие слова ключевая история самая быстрая машина знаешь как самая лучшая балерина не может быть самым лучшим боксером знаешь ну вот согласен что если самая быстрая то надо понимать в какой дисциплине и о том что один человек не может быть самым самым правильно то есть задача в чем если задача сделать на квотер машину либо задача сделать на то чтобы она была по скорости выхода самая быстрая либо она была по времени самая быстрая либо она ездила быстро 100-200 но при этом ехала плохо 0-100 на квотер объясняю значит если на квотер насколько я знаю насколько я помню если взять по платформе это самый быстрый серийс у табриза ривелс он на соревнованиях ехал 95 или 9 и 4 что-то из этой серии самая быстрая м 5 которая есть вообще в мире на квоту компанией Левел Перформанс а ты знаком с такой машиной как бмв аска ну я лично этого парня не знаком просто общался да она быстрая достаточно не настолько быстро сколько в целом они говорят. Вот, ребята, про что я говорил. Да, М5 BMW Asco очень быстрая, но не настолько быстрая, как все говорят. И не самая быстрая BMW в мире. В общем, с какой задачей я к тебе приехал? В Москве очень много разных специалистов в этой сфере, которые собирают тачки. Я хочу эту тачку отдать тебе. Ты, наверное, видел, следил. Наверное, многие ребята тебе скидывали наши видео, где мы говорим, что на самые быстрые машины. Все, кто в этом сфере разбираются, понимают, что мы это раскидывали с громкими словами, чтобы люди обратили на нас внимание. Такой был небольшой прогрев ко всему тому, что будет происходить сейчас. Сейчас же я хочу собрать реально по факту быструю машину и сделать все возможное с этой машиной. И у тебя есть такой вопрос. Почему Ешка? Потому что, как я предполагаю, эта платформа, которая изначально не такая дорогая и она в целом народная. Потому что Ешек, мне кажется, сильно больше, нежели чем, допустим, М5. И они доступнее, как я понимаю. 100%. И именно такие аппараты, проделав 7-8 миллионов рублей, такие пацанские машины, они собирают огромную фан-базу. То есть в медиаполе нет таких популярных Ешек. Смотри, есть одна из проблем на этой платформе. Она очень тяжелая. Ешка? Да. То есть, если мы машину делаем в рамках регламента, когда остается салон на месте, когда остаются все системы безопасности, там, подушки, не знаю, там, система кондиционирования. То есть, оставляем ее в стандартном весе, сделать из этого автомобиля быстрее автомобиль, чем М5 F90, это невозможно. Теперь еще один момент. Чтобы сделать эту машину в бюджете, в приемлемом, и не делать из нее, там, как бы, корча. Что такое корч? Корч – это в понимании кузов, который внешне напоминает автомобиль, но с него вырезано практически все. Нет, я хочу, чтобы машина была в стоковом положении, и чтобы она ехала быстро. Поэтому, Асхаб, давай будем все-таки откровенны. Я извиняюсь, что не выключил телефон. Это проблема. Давай будем откровенны. Все-таки сделать это на этой платформе невозможно. Объехать М5 F90 на квотер, оставаясь в этом весе, ей надо скинуть примерно 500 килограмм. Гош, вот чтобы она ехала, у меня 2,3-2,4, сколько денег мне нужно сюда вложить? Я, опять-таки, не готов ответить сейчас. Мы можем позвонить, мы можем позвонить Табризу. Он, прям, я не знаю, я думаю, согласится, можно на громкой связи ему набрать. Он расскажет, потому что он конкретно этой платформой всегда занимался. И самый быстрый Мерседес и делал он. Ну, а первое, что бросается в глаза, то, что спереди лысая Йокогамма, а сзади Мишлен. Я эту машину купил буквально 3 дня назад. Вчера вручил одному человеку, его зовут Уэнглби. Он полностью резину убил. Вот, я собираюсь, соответственно, поставить карбонокерамику, да, керамические тормоза, поставить соответствующую резину. Но главная задача, мне сейчас нужно очень срочно собрать для предстоящей гонки. Буквально через месяц, полтора, через месяц мы договорились заехать. Есть такой Мерседес, ЦЛС-63 у Энглби. Слышал такое? Нет. Тысяча лошадок. Ну, ЦЛС-63, это 157-й мотор, предыдущий. 14-й, а у него машина 16-го, 15-го года. Смотри, этому автомобилю достаточно будет 900 сил, чтобы ехать одинаково. Понимаете, да, ребят? То есть... Ну, новее платформа, все очень просто. Новее платформа, другая коробка, по-другому распределение полного привода. В целом, ну, сильно другая платформа. Ахмед, именно про это я тебе и говорил. Вот у тебя ЦЛС старого образца, машина поновее будет. И в любом случае, если мы закинем стейдж-3, я не знаю, что там можно закинуть сюда, но если сделать сюда тысячу лошадок, она не почувствует ЦЛС. И моя главная задача – выиграть этого человека. Может быть, ты его не знаешь, в кругах молодежи очень популярная личность, есть такой Ахмед Венглби. И мы с ним заезжали, собрали огромное количество просмотров. Сейчас моя главная цель – выиграть его уверенно. У нас сейчас счет 1 на 1. Гош, если я тебе дам эту машину, получится ли у тебя сделать стейдж-3, стейдж-4? Смотри, мы сейчас с тобой наберем табризу. На самом деле, тут же самое основное – это не просто ее собрать. Там на самом деле можно двигатель не собирать на 900 сил, он выдержит. Вопрос в том, чтобы достать быстро запчасти необходимые. И насколько я знаю, у него те запчасти, которые нужны для этой задачи, должны быть. Смотри, сразу хотел уточнить. Меня с Хабтомайл зовут. Я думаю, ты меня знаешь. Скажи, пожалуйста, тут задачи стоят очень интересные, но во временные рамки я лично вписаться не смогу. Хотел бы тебя спросить. Для того, чтобы объехать 1000-сильный ЦЛС, я считаю, что достаточно 900 сил на 213-м кузове. Ты как считаешь? И еще он, наверное, знает. Я хотел бы добавить табриз. Я знаю, какой это ЦЛС. Табриз, извини, что я тебя перебиваю. Есть возможность объехать его на 10000-дон? Что, что? Ты серьезно? Ну, этот ЦЛС делал 3 года назад за УР. За УРа нет. И решение, которое было в этом ЦЛС, делал я. Так. Ну, я знаю, что его может объехать. Он не едет быстро. Табриз, у меня такой вопрос. Вот через месяц мы с Ахмедом договорились организовать гонку. Сейчас не самое лучшее состояние его машины. И мы пообещали, что через месяц мы сделаем главный окончательный заезд. Он будет вкладывать в свою машину деньги, то есть будет ее раскачивать. Моя машина сейчас в токумом состоянии. Мы сможем сделать так, чтобы через месяц я выиграл его целость. Да. За какой строк мы уложимся? За месяц получится у нас? Да, мы уложимся. То есть, в общем, 900 лошадок, говорят, хватит, чтобы объехать. А автовоз на Ставрополь откуда идет? Я ее недавно отправил со Ставрополя. Прикиньте, Ряд, Бухальна, 3 дня назад я получил. У тебя все запчасти есть для этого? Да, у меня есть некоторые бэушные, есть новые. Я тебе все вышлю, поставлю, все так все. Нет, подожди. Ты лучше сам все сделай и сам на ней там проедешь и гарантируй результат. Я в эту историю вписываться не хочу. У меня здесь машин где-то примерно 100. И примерно еще 100 хозяевов, которые мне звонят каждые 5 минут. Поэтому можно, пожалуйста, сейчас не буду всех двигать, для того, чтобы вы там поигрались. Ты, я знаю, что ты за эти авантюры, тебе это все нравится, поэтому давай-ка. Автовоз, сам все поставишь, сам проедешь, сам настроишь, сам все сделаешь, дашь человеку результат. Соответственно, если что, сам на Марс улетишь. Да, бред, у меня такой вопрос. Наверное, людям тоже будет интересно. Вот сколько денег, давай вот возьмем Stage 3. Stage 3, чтобы на эту машину сделать. Сколько денег нужно вложить вот сейчас? Stage 3 есть за 4 миллиона, Stage 3 есть за полтора миллиона. Да не, мне нужен хороший, чтобы машина у меня не сломалась. Мне очень важно, чтобы выехав на трассу, моя машина не сломалась, чтобы я не опозорился перед моим оппонентом и перед моими зрителями. Мне нужно собрать такую машину, я готов туда вот столько денег, сколько нужно. Чтобы она не сломалась, туда надо собрать кованный мотор. Мы не успеем ее за месяц. Давай организуем гонку, а после гонки уже... Смотри, но ты же в условиях гонки можешь сделать безопасный тюн, сделать его на спорт топливе, на метаноле, в которой машина будет только под гонку сделана, соответственно, чтобы мотор не бахнул. Ну, так же тоже это не запрещается? Нет, ребята, метанол все используют для гонок, готавливают свои машины, поэтому почему бы нет. Мы тоже будем использовать, тоже все будем ставить. Все это вред. С опытом у нас все в порядке, все будем делать. Не будем останавливаться на Stage 3. Возможно ли сделать на такую машину Stage 4? Да, такая машина уже была собрана, и собрано очень много ошибок, которые на следующей машине мы не допускаем, экономим бюджет общий владельца. Сколько денег вы будете собирать или не будете? Предыдущий бюджет вышел в 7 миллионов. Если я выделю, такие деньги получше собрать, мне стоит 4 качественные или нет? Да. Сколько она может ехать до сотни, Табрис? Она может ехать в лучшей попытке 2,4, стабильной 2,6. Табрис, я люблю очень громко высказываться на Ютубе, в Инстаграме, и мне нужно сделать такой Мерседес, собрать такой Мерседес, чтобы я мог громко кричать и говорить, что у меня самый быстрый Мерседес в России, может быть даже и в мире. Поэтому я готов на это все, если вы на это способны. Дай бог здоровья, Табрис, тебе. Держись, брат. Мы соберем, мы соберем, держимся. Все, ребят. Вы, кстати, в этом плане абсолютно схожи. Табрис, большое спасибо, большое спасибо. Давай, пока. В общем, ребят, поговорил я с Гошей, вы сами все слышали. Скорее всего, мне придется отправить эту машину в Ставрополь, и мне ее будут там делать. Даже не понадобится стейдж 3, стейдж 4, чтобы обогнать целое. Вы все сами слышали. Но мы в любом случае будем ставить сюда стейдж 4, чтобы эта машина смогла конкурировать с BMW M5. Я говорил, что Ахмед не является какой-то моей большой целью, которую я хочу выиграть. Нет, я не считаю целостность Ахмеда вообще конкурентная машина. Она старая, и она в целостности реально по факту не едет на свои тысячи лошадок. Да, она быстрая, но я не думаю, что для этой машины, если мы сюда сделаем стейдж 3, она будет какой-то проблемой. Ахмед, еще знаешь, мне интересно очень. Твой цельс находится в Дагестане. Скорее всего, ты будешь его собирать там. Мне интересно, а кто его будет собирать? Заура нету, он был хороший специалист в этом деле. А кто тебе будет ее собирать? Приезжай в Москву, тут делай свою машину. Я тогда дам хорошим специалистам. Просто я хочу конкурентную гонку. Мне не интересно заехать старым цельсом, который даже не будет ехать до сотни, я не знаю, даже хотя бы 2,7. Сделай что-нибудь, чтобы гонка была интересной. Многие мне пишут в Инстаграм, Асхат и Пастана, там говоришь, что у тебя будет самая быстрая машина. Вы верите теперь, что я соберу реально самый быстрый мерцедес в России или нет? Если нет, то дальше можете не верить, а мы это будем делать. Буквально на днях я эту машину отправляю в Ставрополь, и мы ее делаем. Я все буду вам показывать, будем разбирать коробку, мотор, все будем делать. А ты, Ахмед, через месяц готовься, потому что придется отвечать за твои слова. Я уже устал что-то говорить, уже хочу, знаете, сесть за машину, которая будет стоить 4, просто всех подрядов выиграть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, такая история, что 2 месяца назад, когда я устраивал гонки с Ахмедом, с Магой, блогер Суба закинул stories о том, что он готов сделать гонку с любым, ключ на ключ. Мне стало очень интересно, приехал сейчас в бургерную Суба, мы с ним созвонились со встречи, сейчас будем с ним договариваться, и мне очень интересно посмотреть. Пацаны, буквально 5 минут я уеду. Пожалуй, смотрите, я сейчас Суба позову, он вперед даст, я туда заеду, хорошо, сейчас Субе приехал, хорошо, 5 минут, все, сейчас уберу. В общем, поехали к Субе, то есть погнали к Субе, посмотрим, что он сказал по поводу этого. В общем, ребят, мы приехали в бургерную Суба, саламу алейкум Суба. Суба не просто уже блогер, а уже бизнесмен, я тебя поздравляю с открытием бургерной. Но приглашение я не получил, хотя тут были все знаменитости. Брат, честно, я думал, ты в Грозном, я поэтому не сел тебя тревожить. Три месяца назад я запустил сторис в инстаграме о том, что у меня самая быстрая машина в России. Мы устраивали гонки с Ахмедом, с другими ребятами, и вдруг Суба, который не имеет никакого отношения, ребят, заметь никакого отношения к гонкам, выходит о том, что у него самая быстрая ламборгини в России, и о том, что он готов стать ключ на ключ с любым. Это был камень в огородном или нет, честно? Ну смотри, ты считаешь, что любой другой блогер, если выкладывает про свои машины, то значит, он должен быть автоблогером? Нет, вообще нет. Но, опять же, повторяюсь, Суба, блогер, который никогда в жизни не лез эту в тему. А я и не лез в эту тему. Да, вдруг решил сказать, ребят, я готов ключ на ключ заехать с любым. Хотя это не было адресовано мне, то есть Томаева не было там. Брат, знаешь, это... Попички знаешь, что сделали? Суба кинул вызов Томаева. То есть все поняли? Не знаю, многие согласятся или нет, но ты слишком много говоришь о том, что вот тот блогер залез туда, там этот я номер один по автоблогингу. Это выложи обязательно. Конечно, конечно, сто процентов. И со стороны, на самом деле, брат, это смотрится, как будто ты ревностно к этому относишься. Ты как будто ревнуешь. Может быть. Да, это нормально, наверное, но ты к этому какому-то ревностно относишься. Ты не хочешь, чтобы кто-то другой этим занимался, ты горишь этим, это круто. Ну, брат, ну от того, что я выложил в сторис, что там... Ну, у меня реально быстрая ламба. Я тебе больше скажу, что она самая громкая ламба в России и СНГ. Я тебя сейчас дам послушать, ты будешь шоке. СТ-2, 650 лошадиных сил у меня. Вот именно, было бы логичнее говорить, что громкая ламба и громкие слова, но не быстрая, СУП. Она быстрая. Смотри, может быть, она быстрая. Ну, я считаю, она с твоим Амбентадором бы, ну, подтягивала. У меня такой вопрос. Там нет СТ-2? Есть. Потому что если СТ-2 на Хуракан, на Амбентадор, дают маленькое количество лошадок. Чтобы Хуракан либо Амбентадор поехали, туда нужно ставить в турбины. Это факт. Есть, брат. Это факт. Там турбин нет. Хорошо, ну, можем посмотреть. Там нет турбин. Я отрубляю. Да, 650 лошадиных сил там у меня стоит. А у меня знаешь, Амбентадоры, сколько? Стоковые. 740. Ты крутой, брат. Они не едут. Они не едут. На, брат, ты не крутой. И что я хочу сказать? Нет, поверь мне. Они не едут. Поверь мне, Амбентадор и Хуракан, это вообще две разные машины. В управлении, вообще даже элементарно в салоне. И в целом это абсолютно разные машины. В общем, знаешь что? Давай сейчас выйдем на локацию машин, если ты не против. А я бы хотел, чтобы ты пойдем туда, там поговорим. Там поинтереснее локации. Соб, уже конкретно я хочу тебя спросить. Был stories, где ты говоришь, что ты готов поставиться ключ на ключ с любым. Да. Было такое? Было, было. Вот я приехал на Мерседесе. Тут сейчас, на данном этапе, стейдж 1. Как ты говорил, у тебя на Ламборгини стейдж 2. Я хочу тебе предложить, вот я готов заехать ключ на ключ в твоей Ламборгини. Через неделю, две, либо полтора, либо через неделю. Как тебе удобно. Можешь время назначать ты. Могу заехать ключ на ключ. Погнали, я готов. Брат, я готов ключ на ключ с тобой заехать, но, смотри, во-первых, я не гонщик. Мне оно не интересно, мне это не нужно. Во-вторых, ты мне предлагаешь заехать с Ламбой, которая стоит 23 миллиона, 25 миллионов, да? С твоей машиной, которая ты приехал на Мерседесе за сколько? Сколько она стоит? 7 миллионов? Ну, 7 с половиной миллионов рублей. Ну, 7-6 миллионов она стоит. Ну, ты считаешь, это ценно, разве? В данном случае, учитывая, что ты не гонишь, тебе это особо не интересно. Да, это неразумно, тебе нет смысла. Но ты говорил, с любым заеду. Не было уточнений, какая машина. Ну, ты же заезжаешь по своим интересам, ты же выбираешь, там, я с этим заеду, а почему ты не заезжаешь вон с тем, например? Ну, да, есть такое. Ты же по своим... Я выбираю популярный. Ты же приехал ко мне, например, а не ко кого-то другого, другую Ламбу сниму. Сколько этих Ламб, много же в Москве, по идее, ты же ко мне приехал. Да. И это неравноценно, брат. Давай тогда на определенную какую-то фиксированную сумму. На деньги я готов с тобой встать. Мне твоя машина не нужна, у меня есть... Ну, сколько? Я видел, сколько у тебя машин? Четыре. Четыре машины, базарная, нет? Я готов с тобой на деньги. Давай на пять миллионов рублей. Пять давай. Ну, можно три, давай три лучше. Три миллиона рублей. Да. Да, такая кругленькая сумма. Ну, опять же, я говорю, ребят, мне это не особо интересно. Я так понимаю, ты сейчас, брат, снимаешь этот контент. Да, я тебе на... Смотрите, какая история была. Суба две месяца назад закидывал этот сториз. Мне все начали посылать. Суба кинул тебе вызов, заедет. Я не знаю, с чего ребята решили, что ты мне кинул вызов. Не кидал абсолютно. Не кидал, да? Мы прекрасно понимаем. Вообще не кидал. Не-не, это было... Ну, ты слишком... Нет, ну, просто слишком громко зарекался о том, что у него самая быстрая ламба. Суб, не уделяйся. Есть, есть, есть Авинтадор из Фиджи, брат, у NovaE. Конечно, конечно, конечно. Понимаешь, как бы... И знаешь, в чем суть? Если был бы принципиально иметь быструю машину, я просто взял бы Теслу Плейт за 10 миллионов. Да, конечно, брат, конечно. А суть в том, я это говорил в ролике, в начале всего ролика, то есть, я говорю, ребят, все, что происходило до этого, это был такой небольшой прогрев, знаешь, ну, по факту я признался ребятам, такой небольшой прогрев ко всему тому, что будет происходить сейчас. Мы с тобой заезжаем, какой разговор был, я набираю в Субе, говорю, в Субе, говорю, я понимаю, тебе это неинтересно, но твои подписчики, мои подписчики, меня просто, ну, постоянно присылают, и заедут в Суба. Поэтому я не мог не выполнить просьбу твоих подписчиков. Суба согласился, я приехал, мы сейчас обговорили на камеру, если твои мои подписчики это сильно захотят, ты готов заехать, верно? Если я вижу, что люди хотят, это людям интересно, то на равном условиях, опять же, я с тобой готов стать. Ну, то есть, равные условия, то есть, стейдж-2, стейдж-2, а не так, что ты там стейдж-3 делаешь, или там еще что-то, ну, добавляешь или убираешь. Ну, на равном условии я готов стать. Но, опять же, я это никак не проверю. Как я это проверю? Можешь проверить. В общем, ребят, смотрите, обращаюсь к вам. Если вам интересна гонка с Субой, то обязательно напишите в комментариях, либо напишите Субе, что вам это интересно. В зависимости от того, как вы сильно этого хотите, мы организуем, надеюсь, Суба согласится. Суба, тебе большое спасибо. Извини, что я занял твое время. Мы с тобой особо не знакомы, никогда с тобой не пересекались на камеру. Спасибо за адекватную блогерскую поддержку, ну, как коллеги. Я не с пустыми руками по тебе на съемке, брат, приехал, поэтому пойдем у тебя угощенную бургер. Хотя я на диете, тренер этого увидит, он меня убьет. Смотри, я очень любитель покушать, поэтому я буду критичен. Вообще, брат, не понравилось, говори, не, клянусь. Это не какая-то реклама, вот. Если мне не понравится, я скажу, мне не понравится. Если нравится, говорю, все, погнали. Так, в общем, ребят, я приезжал к Субе, но у меня не получилось покушать бургер. Вот, наконец-то, передо мной лежат, вообще, как я знаю, три вида бургера, верно? Почему, брат, чей, раз, два, три, четыре. Четыре. Все говорили, читтос, да, вкусный? Да, и мне очень сильно нравятся читтос, смотри, брат, как красиво выглядит. Я начну не с читтоса, а давай с самого невкусного. По твоему мнению, самый невкусный бургер. Трюфельный, но я его не брал. Да? Да. Тебе я его не брал. И энергетик, лид энергии. Вообще, в целом, я не пью энергетики. Наверное, за свою жизнь я выпил в три банки, наверное, на Редбула. Я энергетик не люблю, но скажу... Объективное мнение по поводу лид энергии, да? Да, по поводу вкуса. Но всем нравится, брат. Он так пьет, мне аж самому захотелось клянусь. Я не чувствую, что это энергетик. Если мне закрыли бы глаза и сказали бы выпей, я не сказал бы, что это энергетик. Потому что, когда я пил Редбулл, что-то подобное, флэш, там прям газированным отдает, верно? Вы теперь понимаете, да? Он с автоблогинга ушел в футблогинг. Ты понимаешь, да, Чемя? Если мне закрыли бы глаза и сказали бы это сок или энергетик, я сказал бы это сок. Но по факту, кокосовый сок невкусно делать, но не вариант. Это читтос? Это читтос, да. Ты где такой взял? Да, читтос. А вот сегодня утром мелкий уси. Если мой тренер это увидит, конечно, он меня убьет. Сегодня у меня был якобы читмил. Курица вообще не как кюси. Она очень нежная. Булка тоже очень нежная. Смотри. Я вот только два дня назад познакомился с этим человеком. Он является оператором моего друга Ахмеда. И он очень прямой человек. То есть ему пофиг обидеть тебя, не обидеть. Я хочу просто попробовать ему бургер, чтобы он дал свою оценку. Честно. Скажешь честно. Ты слышал, что невкусно, да? Вот честно, возьми любой бургер. А ты, получается, не объективное мнение сказал сейчас. Не, я для зрителя понял? Для зрителя, чтобы вот так. Ты сегодня кушал кюси само. Куфси, б***ь. Куфси, б***ь. Кюфси, б***ь. Кюфту. Не, честно? Вкусно. Вкусно? Не, честно. Честно. Или ты говоришь потому что суба. Не боишься суба, да? Не, если бы я не понравился, я бы не понравился. Брат, попробуй оригинальный. Курина намного вкуснее. Смотри, я кушаю мясо и как будто чуть жирное для меня мясо. Для тебя. Да. Для меня жирное мясо. Тебе просто похудеть надо, брат. Нет. Говядина мне не подходит. Курица то, что нужно. Это я не съел бы. Честно. Брат, ну не ругайся, я понял, хорошо? Не, вообще говорю. Я понял, хорошо. Мне прям не понравилось. Вот этот бургер мне не понимал. Вот я тоже приехал бы и сказал, что бургер не кушайте. Тебе бока дало брать надо. Где бока? Тебе бока, брат. Да? Нет. Нормально же? Нормально. Я тебе открою секрет. Тот бургер, который тебе не понравился, он всем нравится. Он нравится больше всего из всех позиций, которые у нас есть. Брат, попробуй, пожалуйста, вот ты оригинальный скажи. Мне не понравилось. Ну, честно, ты, ну, как тебе? Просто это всем нравится. Это больше всего нравится людям. Ну, знаешь, ну, как обычный бургер, то же самое, что вкуснее. То есть ты хочешь сказать, что не удивляют, да? Да, ну, обычный бургер. Я бы сказал, что он вкуснее, я бы ничего не вкуснее. Честно, мне он вообще не нравится. Здесь? Вот это второй бургер. Ну, да, это твое мнение. Нормально. Соб, в общем, подарки там я хочу посмотреть. Куда надо платить? А куда мы идем? А, на 5000 должен заказ взять. Ты должен заказать на 5000. А, я на 5000 должен заказать, да? Заказать, конечно, ты еще и еду берешь. Давай я пацанам закажу. Что вы хотите, пацаны? Неудобно. Неудобно? Надо быть... Смотри, в этой жизни нужно быть наглым. Понял, бля, а ну-ка быстро встал и заказал, что ты хочешь. Выбирай, брат, любую цифру. Нам либо пуста, либо есть подарок. Слушай, моя любимая цифра, это семерка. Просто нравится эта цифра. Брат, ну открывай, я хочу, чтобы ты сам открыл. Блин, если он пустой... Да, ты опять захейдишь эту бургерную, да? Если это пустой, я меняю свою цифру на единицу. Ну, в будущее, говорю. Давай, давай, брат. Брат, не сломай, ты сломал. Я открыл? Ты сломал, брат. Открыл? Он перевернул этот. Нету, брат. Братан, ну что зафигирает? Эй, что сфигир? Мне кажется, да, все пустые, а один, наверное, свободный. Нет, брат, ни в коем случае, ты чего? Я не буду асхабом, если 3 тысяч доплатили, что-нибудь отдавали еще одну ячейку. 3 тысяча осталось доплатить. А так нельзя на меня, да, уже? Почему 3 тысячи? Я на 7 тысяч купил. А, на 7 тысяч? Можно так? Можно, да? Давай, давай. Пацаны, что-нибудь на 3 тысяч закажете? Если это будет пусто. Стой, 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 стой. Ребят, напишите прямо сейчас в комментариях, какую цифру открыть асхабу. И мы сейчас в комментариях прочнем, и увидим эту цифру и откроем. Нет. Это доль в прямой кристалле. Нет, это ученый еще доль. Что, тоже пусто? Эй, вообще, прикалываете, что ли? Да, пусто, брат. Эй, ты хоть один открой что-нибудь, покажи, что не пустое. Брат, я тебе клянусь, здесь 4 подарка есть. Есть, да? А, 4 подарка сегодня? В общем, 10 тысяч мои верните. В общем, ребят, Суп, я тебя поздравляю с открытием. Спасибо, брат. В общем, я буду ждать тебя ответа по поводу гонки. Вот было очень вкусно, очень круто, что из блогера ты превращаешься бизнесмена. Ну, блогер тоже есть бизнес, но это посерьезнее было. Да, брат, тоже спасибо пожелать тебе, чтобы ты всегда оставался таким же, брат, добрым, искренним и никогда не терял вот эту вот мотивацию, чтобы глаза горели. Вот это вот никогда не терял, брат. Потому что ты растешь, ты развиваешься, у тебя потом все только в гору, но чтобы ты это не терял, чтобы ты всегда был заряженным, брат. Все, спасибо. Чтобы ты всегда горел этим. Я оставался таким же добрым, искренним и не зазнавался. Это самое важное. Все, давай. Ребят, я этот выпуск снимал 2 дня. Я надеюсь, вам понравился он. Постарался что-то новое, интересное снять. Я очень сильно устал, если что-то не так, вы меня извините, но в любом случае, надеюсь, вы меня поддержите лайком, подпиской. Если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подпишусь. Если вам понравился выпуск, обязательно напишите это в комментариях. Если не понравился, также напишите, потому что любое ваше мнение, любая ваша обратная связь, для меня это очень важно. В общем, моя новая машина E6A3. Ребят, даю вам слово, я эту машину вложу очень много денег, очень много сил. И как сказал Ахмед, он в свой ЦЛС вложил душу. А с чего он решил, что я не буду вкладывать свою душу в эту машину? В общем, ребят, вы были на канале Асхабта Майя, я вас очень сильно люблю, большое вам всем спасибо. Все, давайте, пока. Брат, брат, а можешь попросить на камеру? Попросите, я хочу кое-что. Хорошая, хорошая. Давай. Скажи попроски. А муа, ногчеву? Муа, ногчеву я. Стой. Как это? Стой, что я отвечаю? Муа, типа как это? Не, 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 ногчеву. Ногчеву. Ву, ву. Ву. Да, я ногчи. Ву, ву. Ногчеву я. Ву. А муа? Азербайджан. Ву. Азербайджан, салам алейкум.